Саш, можно я уже пойду поем? Читай деклисты, люди ждут аналитику! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами ваш Вин Кондишин и в студии Александр, комьюнити-тиран. И Сергей, аналитик с Икскрой Декбилдера. Саш, чем сегодня радовать будем? Ну, я думаю, никого не секрет, все видели название, так что сегодня мы, как обещали, сделаем обзор и аналитику на колоды плэнсвокеров из Часа Разрушения. И сегодня мы с Александром их распакуем, проанализируем и сыграем. И расскажем вам о своих впечатлениях. И выдадим свои рекомендации. Не переключайтесь. А эти колоды предоставлены нам нашими друзьями из московского клуба Галдфиш. Посетив которой и назвав секретный пароль, я ищу свой Вин Кондишин. Вы к ней получите еще бесплатно файловую промо-карту. Вот такая вот акция невиданной щедрости. А также там вы можете посетить замечательный новый формат турниров. Фредли ивенты. Да, мы недавно вот с Никиткой там были, жутко опозорились, сыграли 0-2 и 1-2, но при этом все равно получили по бустеру. Да, отличный формат, когда вы в любом случае получаете какие-то призы. Ну, естественно, если выигрываете, то получаете больше. Прям самое то, почувствовать, что такое метагеймовый стандарт, или чем Господь не шутит даже модерн, и получить за это все равно какой-то приятный приз. Очень рекомендуем. Итак, открываем. Я открываю низу, Сергей открывает нашу Коля Болоса. Коль, Коля, за что вы что так с нами? Собственно, коробочка состоит... Аккуратненько, мы вам покажем. Наши друзьяшки. Мироходцы. Да, из-за которых, в общем-то, все и происходит. Так, ну, упаковка понятна, это упаковка. Дальше две коробочки. В общем-то, поначалу декбоксы тоже ценны. Выглядели вот так. Да. В смысле, выглядели вот так. Ну, я помню, были всякие старые наборы, прям продавались в таких коробочках. Понятно. Вот, ну, собственно, в них содержится сама колода предподготовленная Плэцволкера и два бустера. Вот раз мы попробуем использовать эти бустеры в колодах, чтобы продемонстрировать вам, как можно вообще колоды улучшить. Ну что, начнем с бустеров? Да, начнем с бустеров. У меня уже хорошая зеленая ящерка, она подойдет ко мне. А мы ищем отличные карты Гриксис. Что у нас тут есть? Давайте посмотрим. На вид, кстати, почему бы нет. На Гавоин, ну, так себе. Абрейт. Абрейт. Хороший сейчас топ ремовал такой в красном. Ууу, в России. В России это с красным. Ну, Гриксис земелька. Смотрите, с этого бустера вот мне то, что вот как минимум цвета, это змейка, существо. И вот две синие карточки, которые не факт, что я буду использовать. Вот. А мне прям хорошо подвезли. Что хорошо, ему выпал склеп вековечных, земля в его цветах, час разрушения топ ремовал, и стирание. Ну, земелька тоже может считать. Ну, мальчик, поморница разума, тоже, в общем-то, неплохая карточка, которая сейчас... Так, это твое, чтобы нам не перепутаться. Да, очень даже релевантно в стандарте. Да, ей играют, допустим, в троне бога фараона. Теперь у нас есть трон и в стандарте. Да, ей модерни. Болос, болос, трон в стандарте. Мне пришел артефакт, который позволяет искать земельку для многоцветных сторон. Для многоцветных колод это хорошо. Дрейк, ну, летающее существо. Земелька, которая перекрашивает любую манну. Визирь у мощенных. Ой, мне пришла дорогая карточка. Это бокс-корпион, но, к сожалению, он абсолютно не в цветах. Эх, эх. Так, вскрываем колоды. Эти замечательные карты. Мы играем чуть дальше. Да. У меня вот тут есть вековичный амад. Черная, хорошая крокодилица. Так, карточки здесь, соответственно, из часа разрешения и за манхета. Они хорошо конвертятся. Уникальные. Да. Соответственно, давай покажем твои. В этих наборах всегда есть карты, которые не попадаются в бустерах. Такие, например, тоже. Да, вот такие вот саранчи. Твоя любимая карта, речной удод. Хуп-хуп-хуп-хуп. Так, это вот те уникальные карты, которые лежат у Сергея. А у меня. Тут, оказывается, смотрите, у Болоса у него уже есть плейсет Гриксис Земель. Четыре? Да. Ему больше и не надо. Ну, ладно, можно будет поменяться. Да, вот эти карточки обычно связаны с механикой именно Плэйс Волкера, чтобы найти его или получить какое-то value от него. Ну, у меня манобаза попроще. У меня манобаза попроще, у меня даже нету двойных земелек, что странно. Да, точно должно быть. А, нет, есть простенькие двойные земельки, плейсет, зелено... Тебе-то можно на два цвета выходить, мне придется на три. Да, кстати, это очень интересно. Это впервые колоды Плэйс Волкера в трех цветах. Вообще считается, что это довольно сложновато. Итак, сейчас мы эти колоды все красиво разложим, проанализируем и скажем, какие карточки мы заменили. Оставайтесь с нами. Итак, друзья, вы видели колоды. Нам с Александром они очень понравились. Напоминает, да, наш с тобой прошлый опыт с Гедоном и Ниссой. Ой, с Гедоном и Лилианой. С Гедоном и Лилианой, да. Собственно, чего тянуть кота за монобазу, надо приступать. Надо приступать, да. Итак, друзья, вот, собственно, у нас есть два ряд карточек, по пять в каждом. Сверху карты, которые я вынул с колоды Болоса. Снизу карты, которые я открыл в своих бустерах. И считаю, что они отлично мне зайдут. Давайте подробнее на них остановимся. Что я добавил? Стирание. Лучший ремол в стандарте. Ну, мы не знаем, есть ли у них какие-то артефакты. Но если они есть, им крышка. Если их нет, мы всегда можем сделать какое-то число 3D-рычки на скорости института. Поборник Разума. Тоже достаточно хорошая карта. Сейчас прям максимально-максимально играет в стандарте, в комбо-колодах. И в Деливиуме, и в Эмерджи, и в Троньбок Фараона. Ну, прям везде играет. Нам она, собственно, позволит скинуть какие-нибудь ненужные ленды с руки и добрать нужного бизнеса. Мана Лид. Маленький троллинг от визов. Потому что, в общем-то, все мы привыкли в Мана Лид. Но нет. Для чего он здесь? Ну, разгон, естественно. Болос дорогой. Стоит аж целых 8 маны. Лишний мана дорог. Нам пригодится. Притязание. Опять же, хорошая карточка нам в цвета. У нас очень много существ с Мана Костом 2. Сможем возвращать достаточно эффективность в кладбище. Ну, и, конечно, час разрушения. Опять же, стандартный Старс. Если внезапно Ниса с помощью своего рампа сможет нас сильно-сильно обогнать по борду, мы вернем, в общем-то, победу в наши руки. Что я вынул? Я вынул бесчинствующего костедробителя. Мне совершенно не нравится эта карточка. Я считаю, он абсолютно бесполезный. Я вынул трон бога фараона, потому что, опять же, он хорошо играет. Вот Ниси он зашел вообще отлично, потому что много мандорков, за счет которых она ставит больших существ и потом еще подъедает оппонента. А так, в общем-то, он не особо эффективный. И я вынул Минотавра горящего кулака, потому что мне не нравится его арт. Ну, вы посмотрите на него. Нет. Вот такие изменения я произвел в своей колоде с помощью двух бустеров. Я считаю, вот, мне очень повезло. Обаара в цвет, отличные карточки. Посмотрим, помогут ли мне они победить Александра. Собственно, да, Сергею повезло гораздо больше. Ему больше карт из бустеров подошли к нему в колоду. Я тоже решил заменить пару карточек. Внезапно это будет лес, который я заменю на амулет путешественника, потому что, ну, фактически он делает то же самое, но быстрее прокручивает мне колоду. Немногие игроки в самом начале понимают, что лучше теми или иными способами быстрее прокрутить колоду, убрать из нее какое-то количество карт, потому что с большей вероятностью вам придут карты, которые нужны. Дальше. Так как у нас Ниса стоит все-таки 7 маны, и у нас очень много существ с большим монокастом, в общем-то, карлода про рамп, большой мано-разгон и установка больших парней, я решил заменить, а одно отозвать на жрец Азиса, чтобы я мог получать больше манки. И несмотря на то, что Сергей надскрывал себе очень страшных карточек раров, я уверен в своих силах, потому что моя манобаза надежна, и мои тапдеки сильны. Оставайтесь с нами. Итак, мы начинаем. Сергей, подснимите мне. Александр, подснимите мне. Бросим дайсы на ход. Давай. Ап. Много у тебя? 9. У тебя меньше. Берем по 7 карт. Я выбираю, а уходите, 2-й. Утешай себя. Не забывай руки показывать. Показать. Вот так. Как-то так. Как-то я даже и не знаю. Я тоже даже не знаю. Я попробую. Я тоже попробую. Я хожу первым. И... Давай, дроп. Двойная земельечка. Передал. Подорвался. Такая земельечка. Лесной ручей. Получу. Назовай ее. Это склепный колечник. Это все-таки немножко не так, гликс, из земля. Во-первых, он выходит разогнутым, но дает только бесцветную ману. А за одну ману и так я могу ее покрасить. Да. Ходи. Продолжим строить ману-базу. Лесной ручей. Передал. Подрогались. Поставили остров и передали. Окей. Я сижу на контре, и мне все ништяк. В скобочках нет. Я хочу сделать вот так. Могу, да? Да. И хочу сыграть вот такое волшебство. Найдите в вашей библиотеке карту базовой земли. Угу. И положите ее на поле битвы повернутой. Ну что, поконтрил? Нет. Ну ладно. Итак, это было всплыть. И у меня всплыл лес, Сергей. У Александра рампится просто как не в сидя. Я немножечко помешался. Это всегда полезно перетисовать колоду. Особенно, когда мы вытащили из нее карту. Конечно, там 0,5% вероятность увеличивается, но все равно. Да. Передал. Лучше, как говорится, так, чем никакие. Мы тоже будем манадоркать. Мнали. Мнали. Собственно, о котором говорил Сергей. Что он позволит ему получить много маны на болсом. Мои тапдеки надежны. Они надежны. Продолжим разговор. Еще одно всплыть. Отлично, отлично. Больше маны в богу маны. Да, я вытащу отсюда в этот раз. Да снова я, у меня всплывет лес. Я помешаюсь. Давайте Сергей мне помешает. И есть у меня еще... Какая вторая часть этой карточки? Последствия. Возьмите две карты за 6 маны. Вот. И у меня есть еще одно волшебство. Причина. Предскажите три. Отлично. Предсказываем. Раз. Два. Три. Тапдеки, видимо, в колоде низа действительно сильные. Подумал. Так можно. Одну вниз. Еще одну вниз и одну наверх. Вот так. И передал. Такое у нас противостояние. Окопная война. Да. Ничего пока особо не происходит. Ну, надо как-то уже, наверное, на кого-то стоять и подниматься. Да, кокодилица. Она сейчас очень неплоха. Да. Прочитай, что происходит. Это вечная мата. Она 5-5. У нее есть страдания 3. И каждый раз, когда оппонент разыгрывает заклинание, мне необходимо положить в нее житом минус 1 минус 1. Но это ненадолго, потому что когда она нанесет боевые повреждения игроку, я все эти житомы с нее удалю. Да-да. Вот как-то так. Могу? Зажигай. Да, мне нужно ставить какие-то блокеров, иначе это будет очень неприятно. Блохеров. Блохеров. Я хочу поставить одичавшую охотницу. Кошечка. Пыньк. Во-первых, я люблю кошечек, а за старых, когда она умрет, я возьму карту. Была кошечка черная у нас еще, которая, когда умирал оппонент, сбрасывает карту. Так вот эта кошечка и ее неплохая подруга, как по мне. И я передам. Хорошо, хорошо. Ну, давайте, чушь. Амат в бой. Амата в бой. Сейчас она 4. Да. 4. Смотри. Во-первых, я флешон. Давай. Навалю еще котов. Да, но у меня в таком случае будут респонсы до блока. Окей, пожалуйста. Очень неприятно. Поэкзарились как-то. Поэкзарили кота мне. 3-2. 2 урона нанеслось, и оно вот поэкзарилось. Ну, в любом случае, я встану в блок вот этой кошечки. Страдание 3. Да. Александр нанеслось 3 повреждения. Кошечка умерла, и я дробую карточку. Да. У нее что-то, в общем-то, неплохо. Ну, а мы поставим во второй мейн, всегда ставим во второй мейн, ну, такого полетника. Теперь, если он пойдет в атаку вместе с Аматом, мой Амат взлетит. Понятно. Ему будет легче в тебя контактиться. Да. Антап. Топ-деки вы сильны? О, да, топ-деки сильны. Так ты же ее вскраил туда. Нет, я у меня одну, которую... Чего? Она у тебя на топ-деке лежала, ты ее поскраил. Нет, я поскраил другую карточку. Которую взял, да, да. Уже все. Давай, не сбивай. Я выложу амулет путешественника. Отлично. Да, не получается. Что ж, хочешь убить моего Амата? Очень хочу, но не получается так, чтобы совсем... Ну, надо сразу жертвовать, чтобы не пропускать ленд-дропы. Я ее пожертвую, поищу себе земельку в этот раз, это будет остров. Ну, собственно, она у тебя зайдет в игру. И она у меня зайдет в игру. После этого у меня, знаешь ли, тоже есть вот такой дрейк, я его сыграю. Ага. Да. Амат практически умер. Да, но не получается его добить. Передал. А в конце хода магма-спрейт твоего дрейка. Очень неприятно. Все поднял, как пес. Да. Уф. Сейчас мне будет очень больно. Так, мы подняли магическую карточку. И мы идем в бой. Да. Так он взлетел. Да, он взлетел. Меня на три. Тебя на три. Триер. Жетоны убрались. И во второй мейн мы поставим вековечную мантикору с страданием дейк, которая атакует каждый ход, если может. Противная. Зажигай. 5-4. Очень противная. Ну что ж, друзья, как видите, у Боллс все хорошо. У него есть борт в цветах Гриксиса. Он поднял аймуалов и ходит драться. Что ему еще надо от жизни? Ну мы все-таки попробуем сопротивляться. Например, мы выложим Дрейк Рыболов с полетом. Когда Дрейк Рыболов выходит на поле битвы, вы можете вернуть целевое существование в руку его владельца. И я так чувствую, что все-таки это будет страдание три. Но тут отсюда я получу больше, так что я вернусь киндикор у тебя в руку. И передам. Так, Александр у нас отказывается умирать. Абсолютно. Меня? Я вообще против этих нить. Меня немножко беспокоит. Хотим ли мы этого? А там изли я дала. Наверное, нет. Хочу атаку. Давай. Назначил. Встал блок. Да, хорошо. Афик. Да. Разбирались. Умерли. Второй мы... Просто вернем косточку. Да. Ходи. Антап. Апкип. Отлично. Зимелечка. Хорошо, что мы тогда сделали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. О-оу. О-оу. Да, 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 да. О-оу. Мне не нравится. Ну, ты знаешь, будет немножко по-другому. Вернем твою товарищницу обратно. Можно мне привязать мои коричневые мантикоры, пожалуйста? Нет, пожалуйста, не надо, не надо, не надо. И передам. Дрейк рыболов, но рыболовить тебе все, что нужно. Хорошо. Попробуем в третий раз ее поставить. Окей, поставим. И передадим тебе ход. Окей, антап. Да, Александр сейчас купил себе, конечно, очень много времени. Угу. Вот прям очень много времени. Я выведу. Давай. Еще одного. Нет. В этот раз, два, три. Вот тут, вот все-таки есть в этих деках на чем подумать и в какой последовательности играть. Я думаю, наши зрители видят, что я раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь у меня. Нет. Смотри, сначала я утилизирую ману так. Сначала жрец оазиса за четыре. И потом за три страстная возродительница. Угу. Она будет давать мне манку того или иного цвета. Если под моим контролем есть плюс волкер низа, вы получаете две жизни. Угу. Страдания три. И атакует в каждом бою. И четыре, два, два. Передам. Что ж, у Александра, по-моему, все более чем неплохо. Не надо ему подпортить жизнь. Да. Очевидно, что если у вашего оппонента все более чем неплохо, пришло время ремовалов. Поиграю. Я думал, сейчас будет страшный ремовал с этим самым. По всему столу. Но, видимо... Мы идем в атаку. Да. И моя мантикора полетела. Меня на семь. Да. И во второй мейн мы тебе еще поставим асу. Очень приятно. Зажигаем. А что она делает там искренне? Каждый раз, когда вы разыгрываете заклинание плейсхолкера босса, вы можете пожертвовать асу. Если вы это делаете, вы уничтожите целое существо. Смотри, я поверну вот так вот, получу отсюда манку. Может, две. Подстерну и получу две манки. Подстеркнутую. Запомнили, что она подстеркнутая. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Ниса. Ниса. Неплохо. Она входит. С пяти войлс и каунтерами. Получает еще два. Да. Разворачивает мне. А почему я с него не получил, ты не знаешь? А тебе с него надо получать, когда Ниса выиграет, чтобы похилиться? Да, но нет, я с нее, короче, тоже получил. Извини. С него я тоже получил. Хорошо. Вот так вот. После этого поворачиваю двух существ и две земли. Да. После этого играю еще одну страстную возродительницу. Да. Раз, два, три. Вот. Но, к сожалению, тебя это все равно не спасает. Да, меня, к сожалению, не спасает. Я, конечно, отхилю два хиточка и что-то там встану. А, она тоже летает. Да, четыре я, к сожалению, нанес. Ну что ж, играем следующую. Девять в воздухе. Да, девять в воздухе меня прилетали. Возможно, стоило помалиганиться и не оставлять такую руку. Но я понадеялся, что раз у нас рамп, нужно оставлять руку с рампом. Слушай, а мне твоя рука понравилась. Единственное, что, может быть, надо было в какой-то момент воспользоваться своими карточками с афтерматчем, которые у тебя лежали на кладбище. И надроваться. У меня не хватало на них. Оно стоило шесть. Оно довольно дорогая. Удовольствие. Итак, второй матч. Было интересно. Как вы видите, эти колоды не просто так антаб в атаку. И в отличие от предыдущих продуктов для новичков, то бишь начальных колод, которых было пять штук, они были двухцветные. И, условно говоря, они были ни о чем. Вот Сергея не застал, а я, собственно, начинал с такой. Я вот ее купил, но я банально не знал, что с ней делать. Да, там была красивая карточка кота, который ставил другого кота в саурах. Саур. 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 Если ты играешь в чары ауры, то входил еще один кот. Но что с этим делать, было абсолютно непонятно. А тут есть синергия, идея. Есть тема, чтобы посидеть и подумать над этой декой, и протестировать всякие там нужные техи. И, как вы видите, тут нужно было подумать, в какой последовательности выводить существ, чтобы получать манки. Да, мне нравится, что продукты визоргов, даже если они рассчитаны на только-только входящих в игру зеленых неоперенных магов, они все равно заставляют, в общем-то, поизучать и механики, и даже стак. Да, и механики нового сета, и вообще классические механики. А скоро, друзья... Я ходить буду. Хорошо. А скоро, друзья, нас ждет еще и триумфальное возвращение корсетов. Кто не слышал, и кто не застал. Это тоже должно быть довольно интересно. Ох, что ты мне скажешь, Александр? Я ставлю. А я тоже попробую. Ну, давай, походить попробую. Зажигай. Передал. Остров. Склеп Вековечных. Я впереди по хитам. Что-то я такого острова не помню. Это из манхима... Ну, вот, испытания... Кифнета, да, там, его пространство. Повернутый остров. Передал. Повернутый остров. Не остров, а лесной остров. Специальные тактические тапанные острова. Да. Найте оса горького моста. Живи с этим. Во-первых, когда вы загибает заклинание по сулокам ронства, вы можете пожертвовать, делать, что-то, что-то. Серьезно ведь. Очень неприятно. Зажигай. Подожди. Думаю. Давай ты всё-таки вернёшь её в руку. Всё-таки я не хочу там терять хитов. Ну, что-то мне нужно было как-то утилизировать ману. Нам нужно как-то защищаться. Угу. Как бы приходит, но... Сделаем вот так. Сделаем вот так. Мана Дорг, которая даёт нам 2 манки. То есть мы все знаем, что нужно нам как можно выйти быстрее на 7 манки. И у меня уже есть 5. Передал. Подлый оппонент получает манку. А мы будем получать полётников. Да. Такое у нас тоже есть. Тап. Апкип. Лэндроп. Да, в этих наборах на землях изображены разрушенные части Аманхетта. Вторжение волоса. 5-6. Смотри, я сыграю вот такого парня. Угу. За... Отсюда получу 2. Угу. Получу зелёную. И синюю. Угу. После этого сыграю Амулет Путешественника. Ну, как вы поняли, я ушёл вообще вот в рамп, в рамп. И я... Лэндроп у меня был. Угу. И я передал тебе ход. Да, вот в этой игре, конечно, Александр сейчас прям сверху. У меня потенциально 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а может быть даже 10 манных будет. У злой полётники. Поэтому мы будем наваливать ему полётников дальше на все деньги. И... Да, защиты у меня нету. Я в 18, Сергей в 21. Могу? Взжигай. А... Сергей передал мне вход в его инстеп. Я жертвую Амулетик. Ищу себе остров. Кладу его в руку. В руку же, да? В руку. Слушай, а острова здесь не так много. Положил в руку. Показал бы мне хоть. Ну, что-то все видели. Очень похож на низ у этого острова. Да. Помешай мне, чтобы тапдеки были надёжные. Untap. Оп. Оп. Попробуем провернуть наш бизнес. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2. Значит, подстегнулось. Подстегнулось. 3, 4. Ну, я думаю, ты не зря думаешь, что я так подстёгиваюсь. 5, 6, 7. Ниса. Видимо, кто-то опять нашёл Ниса. Она выходит с 5, и я добавляю ей 2. Разворачиваю двух существ. Он как бы подстёгнут, но всё равно возьму. Но он оттапан. И 2... 2 земли. И не более 2 целевых земель. Да. Отлично. После этого... Ещё что-то есть. Ну смотри, сколько у меня маны. 2, 3, 4, 5, 6. Кошмар. Нас загоняют в гетто, друзья. Этим я... Ходил уже в атаку? Нет. Ну и можно пойти в атаку. Можно. Я хочу сходить в атаку, но он подстёгнут. Но он подстёгнут. А если подстёгнут, то я могу ещё раз подстёгнуть? И получить с него 2 манки? Нет, он уже подстёгнут. Где это сказано? Вот вопрос. Ну, бог с ним. Я иду им в атаку на тебя. Нет блоков. На 2. После этого я получаю 2, 3, 4, 5, 6. Дрейк рыболов. Да неужели. Возвращаю себе, тебе существо в руку. Ужасно. Я передал. Александр меня просто задоминировал. Ну и то, что я убрал эту асу, было в общем-то правильно. Так что сейчас бы я мог получить... Почему я себе сбил хиты? Нет. А, всё правильно. Тебя я... 18, 19. Вот. Так бы у меня уже могло быть гораздо меньше. Но хитов... О, всё плохо. Хорошо, что по банусу... Ну, вернём Дрейка, поставим асу... Да. И передадим тихот. Окей. Антаб. Он не развернулся. Да, 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 да. Но все вы знаете, что у меня есть чудо штука. Да, мы не антаб. Так. Полёт как бы у них у всех, да? Да. 2, 3, 4, 5, 6. Да. Что же делать? Что же делать? Ну, давай я получу... 5, 6, 7. Какая, блин, там, посмотрите, 10 версий карты. Вы можете положить любое количество находящихся средних карт существ и или земель на поле битвы. Вы положите остальные карты вниз вашей библиотеки. Хорошая ульта. И пользоваться я ей, конечно, буду. Я хочу сделать следующее. Я хочу сыграть её в плюс. Там, нет. Хочу сначала сыграть 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот такой парень с пробивным ударом. Сплетённый с колючек чудовищ. Та же, по-моему, карточка, которая попадается только в этой колонии. Угу. Сыграть Нису в плюс. Угу. У меня будет 9. Развернуть вот этого парня и развернуть себе 2 земли. Ну, так я сделал, потому что у меня, как бы, рука всё равно была пустая. Мне Сергея было нечем пугать. И хочу пойти в атаку... Ну, блин, сейчас, конечно, на рембал нарваться. Вообще, как нифиг делать. Ну, я за атаку. Хочу в атаку пойти вот так. Угу. 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 Вот так. Угу. И вот так. То есть, в 7 я хочу пойти в атаку. Я встану двумя в блок твоего полётника. Да. Отлично. Твои отворились, у тебя на 4. 15, 18. Такой тоже помер. Передал. Да, друзья. Вот у нас всё просто настолько плохо, насколько оно, блин, может быть плохо. Я даже не знаю, как из этого плохо выходить. Ну, наверное, вот так. Да, Монодорг специально для Болоса. Когда он выходит на поле битвы, я могу поискать в своей библиотеке Болоса, бога фараона. Ну, пока он... Сказать тебе его. Да. Ну, пока у Сергея не хватает манки. Давай, я понял. Да, манки у меня, к сожалению, ни на что не хватает. Ну, я слетал в атаку внизу на 2. Да, так можно. Содерживать буду тебя всеми силами. И передал тебе ход. Отлично. Антаб. Апкип. Сыграл... Хочу в атаку. Давай. У нас на... А, нет, стоп. Это же способности плэнсволкеров играются как эти самые. Сыграл ее в минус 3. Она остается в 4. Да. Дал плюс 4, плюс 4. Ну, без разницы. 5, плюс 5, плюс 5. Как заходы с прибивным ударом. Да. И... А, на 15. На 15, да. Все, молодец. Все. Ну, играем следующий. Как вы видите... Да. В этот раз Александр прям молодец. Побаунсил меня настолько, что я не смог набрать свой убийственный темп. То бишь, вот эта дека, она не просто ставь по началу маленьких существ. Ты должен понимать, что можно начинать игру не с какого-то там заваливания стола маленькими существами, хотя это тоже хорошо, а просто ставить свою монобазу. Да? Надежно? Надежно, да. И, в общем-то, в итоге на дальней дистанции это классическая mid-range колода. Ну, не хватает ремовалов. Не хватает ремовалов. Не зря у нас, конечно, в последнем блоке Nisa вышла в G-цветах. Да. Сине-зеленых. Идут споры, в каких цветах у нас вернется Jace, потому что после встречи с волосом... А Jace никогда не был в других цветах волосов. Он никогда не был в других цветах. Но и Nisa у нас, по-моему, всегда была зеленая. Зеленая, да. А тут она пришла UG. И вот мы, значит, с товарищами мотыжниками обсуждали этот момент, что будет ли у нас UG Jace. Я решил, что у нас будет UB Jace. Да, мне кажется, это более вероятно. Потому что волос проник в его разум, значит, порвал ему там спойлеры и спойлеры. Представляешь, встретится карабченный Jace и прибежит по этим джуглям карабченный... Горук! Лучше! Это будет битва титанов. Это лучше, чем Тор против Халка. Нет, мы придумали лучше, что Jace в бет цветах. Это ашиок. Только в прошлом. Он сейчас сойдет с ума и станет ашиоком. Кстати, была такая теория, что ашиок был похож по дизайну на многих товарищей из Аманхета. Да. Но почему-то это не подтвердилось. Все ждали этого ашиоком. Вообще непонятный человек из равники, что-то он там мутил. Да? Я не застал эти блоки, к сожалению. На равнике он что-то мутил. Я эффективно изгонял ему вчера руки и кладбище, но чем он занимался, где я так не знаю. Интересный плейсволкер. Так, ну Сергей, наверное, зайдет. Да, в этот раз я решаю, что буду ходить первым. Ну, правильно. Ну, на самом деле, как раз наша колода, может быть, и стоит ходить вторым, чтобы получить побольше рампы. Есть такие колоды, когда хорошо ходить вторым. А я попробую. А ты попробуешь? Я даже не знаю. В этот раз я все-таки решил помалиганить. Да. Вот прям вот вообще не так, господа. Если прям вот, конечно, здесь рамп, но когда у тебя пять и более земель в руке, все-таки с этим начинать не стоит. Поддерживай. Вот. Вот. Ну, вы видели, какая была у меня рука. Прям вот не стоит. Так же, как и с ванлендером. Хотя, некоторые этим вообще сильно грешат. Есть такое. Кипец ванлендер – это искусство, друзья. Не, ну, есть колоды. У меня даже есть колоды как раз на котах монобелых, которые… Ну, слушай, свое Афинити прекрасно себя чувствует и с одной земли. Ну, так там монодорок в полно. Подсними. Там вся колода сплошной монодорки. Ну, не учи. Там, наоборот, Афинити учит тебя малиганиться до четырех. До шести. Ну, блин. Ну, хотя нет, нормально. Оставляю, поскраюсь, подумаю, оставлю. Давай, Сергей. Тапленд. Ходи. Окей. Островленд. Передал. Какая волшебная карточка. Так, и ходи. Отлично. Вот так вот. И одичавший охотница. Передал. Пускай будет. Скотечка. Ммм. 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 Подумать. Ну, пока, наверное, рано. Ну, и кто у нас рампится теперь? Зажигай. Сережка порампился. Земелечку. Угу. И сыграем наше волшебство. Найду. Да. Положу повернутым. Естественно, я найду остров, положу его повернутым. И, видимо... Схожу, пекну на единичку в атаку и передал. Пока... Помешаюсь. Все Александру удается в этой жизни. Мне очень нравятся колоды. Прям... На четвертый раз они вот угадали визарды... Ой... Такая пройдет. Поборник сразу будет. Ну, я закончу мысль. Визарды угадали пропорции как бы новичковости и интересности колоды. Вот мне вот очень нравится. Не знаю, как к Сергею, но мне прям очень нравится. Злобная тварь, которая сейчас Сергей подробовал по количеству ее хиточков. Да. Мы подискардим две карты. Мы подискардим болото и осу. Угу. И сыграем притязание. Верните карту существа с плана стоимостью... Точнее, со стоимостью не более двух, но поле боя. Ужас какой. Комба. Да. Могу? Момба. Да. Ты можешь зажигать. Она с полетом оса, да? Конечно. Хватит за волоса. Все у осы летают. Блин, я боюсь. Вот как-то ее надо изгнать. Как-то ее надо изгнать. Вот как-то в таком случае. Видите, что у вас будет его водитель 6-7 за 7. Мана очень дорогая. А он сколько дает? Он одну дает. У меня сейчас 5 мана. Угу. Тогда, наверное, мы сделаем вот так вот. Мновенное заклинание. Засаду. Засада. Засада. Соответственно, что подважник, который получается плюс 1ows1, когда она хода, но у нас боевое упражнение, я нанес ей и убил. Да. Ой, я... Прости, пожалуйста. Я не так... Я, видишь, что-то думаю с тобой. Но мы френдли сегодня, во всяком случае. И мгновенном заклинаеме я хочу убрать твою осу тебя в руку. Вот все недооценивают в такие вот баунс заклинания, типа отозвать. Если ремовал убивает, да, но как бы плохо, то здесь ты еще и замедляй. Это у тебя очень сильно замедляется. Тебе нужно тратить ману на его вызов. Конечно, иногда это бывает даже лучше. Оно подросло немножечко? На 2-е на 2-е на 2-е. Он в 17-е передал. Топленд и давайте наваливать так. Ой, визирь какой классный. Страдания. Давай, когда атакуют, не заблокируем. Возьмите карту, будет тянуть карту. Могу? Захаживай. Полет только у осы, да? Так. Земелька. Хочу сходить в атаку. Давай. Назначил. Нет блоков. Отлично. На единичку. Передал. Отлично. Такую карточку. И я хочу атаку. Давай. Сергей назначил. До назначения блокирующих у меня будут эффекты. Я сыграю вот такого котика с мигом. У меня будет респонс на его выход. Окей. Истирание в режиме 3 повреждения. Ну, после того, как он вышел. Это не в респонс. До блока. Ну, это не в респонс, Сергей. Давай, что все-таки не нарушай. Окей. Котик вышел, но Сергей его убил до блока. Обидно. Ай-ай больно. Но мы зато сильно ремовалом вытянули. Мне на 3? Да, тебе прошло на 3. И у меня 3 раз такого парня я подровался. Я печальненько. Могу? А делаю я вам дробь в этом ходу. Делал? Что-то клал. Подожди. У меня было 5 маны, когда я вызывал их двоих. И я поставил таплант. 7. Значит, не делал. Ну, возможно. Вот. Ну, красивая земельочка, болотошка, мантикор. Ну, слушайте. Пасьян сошелся. Могу, да? Да, сжигай. Как вы помните, друзья, у нас еще есть некое количество... Ну, выложим еще карточку вот так. И Дрейка полетную положим вот так. И передадим. Будем сидеть в глухой обороне. О, моя глухая оборона. Воздушный Дрейк и одичавшая охотница. Ну, может быть, сейчас как-нибудь Сергей подставится. У нас есть еще немножечко бизнеса. Мы завернем 7 маны. Изгоним ее. Да. Она вернется на поле кладбища... На поле битвы, как существо, 4-4. Я возьму 4 карты и сброшу... Да, вековечено. 3-4. И сбросишь 2. И сбросил 2. И сделал лендеров. Да, что-нибудь еще. И я хочу перейти в комбат. Да, мы положим вот так, чтобы понятно было. Я пошел в атаку на тебя. Так, ну, я хочу дробаться. Да. Ну да, пожалуй, так. Мне нанесется на 3, на 4, на 5, да? Да. 1, 2, 3, 4, 5. Кошечка умрет. И я потяну карточку. Да. Отлично. Могу? Зажигай. Подумать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А нужно ли мне сейчас это? И поможет ли мне это для следующей ходы? Это очень странно. Хорошо, будем играть от защиты. Дрейк. Да. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ее... Подумай. Полет. А сколько там? 12. И что? Того сейчас является токеном. Поэтому, если ты вернешь мне его в руку... Да, кстати, господа. Вот это как раз минус того, что вот Сергей положил... Да, у нас не хватает, к сожалению, токенов. Он должен был быть токеном или хоть минимум надо было положить увековеченным. Но я Фрэнли Александру напомнил этот момент. Да, 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 да. Да, да, потому что если бы оно было существом, и я вернул, он смог опять прокрутить свою комбу. А так мы от нее избавимся. Да. Существа 4-4. Но, может быть, это неправильно, потому что вот это меня пугает больше. 4-4 бы я убил. Че-то бы просто опять встал бы, я с кладбища дал бы ему ускорение и призвак атаки. Тоже такой вариант есть. Так что я передал. Мы будем играть максимально по-честному. Оп. Подробовали карточку. Интересная магическая карточка. Давай мы поставим. Да, состраданием один. Шакалишь, поганая. Поставим второго такого парня. Ужас какой. Давай дадим вот этому парню. Я к свой эмирич, кстати, таких земель положил себе. Плюс 2 к атаке. Всем? Нет, вот этому парню. А, окей. И ускорение. И они все пойдут убираться. Так, сюда я встану вот так. Сюда я встану вот так. 3. Сюда я встану вот так. Соответственно, меня на сколько? На 3. Отсюда на 4 идет. И на 3 прошло отсюда. На 3 ты записал? Почему? Афикт. Нет. Афикт. А, даже на 2. На 2, да. То есть я тебе списал 3, теперь еще 2 застрадания и 4 отсюда. Отсюда 4, 2 и плюс 2. Ты в 3? Да, я в 3. Я... Да. Открытый огонь на этот побеждение. Или умом существую, или игроком. Да, но это все равно было интересно. Сергей победил. У меня в руке было вот в шляхе низы. Но я посчитал, что нет смысла играть. Да, я получу сейчас 3 карточки на руку. Согласен. Но в этом особого смысла нет. Может быть мне стоило оставлять предыдущую руку. Там было больше рампы. Я бы вышли. Наверное, так... Какие из них карточки мои? Вот этот мой? Да, я тебе оставил твои. Это все мои. Друзья мои, сейчас мы упакуем эти колоды в коробочки. Эти коробочки мы с Александром подпишем. Как видите, мы не вынимали те карточки, что платим туда. Видели все, что мы открыли. Здесь довольно жирные сборки. Но мы не жадные. Поэтому сейчас мы их запечатаем. И разыграем среди наших подписчиков. Да. Итак, сейчас мы эти деки подпишем. Поставьте, пожалуйста, свой автограф. Сигнатурный. Да. В уголочке. Вообще, вин кондишн. Прям круто. Вин конд. И специально для наших подписчиков мы устроим конкурс репостов. В котором будет, соответственно, два победителя. Условия просто максимально простые. Вы должны выйти на немаркированном корабле в воды Атлантического океана и на ничейной земле под прокси IP сделать репост нашей записи в черном интернете. Да. Но можно просто подписаться на нашу группу vk.com.incondition сделать репост записи, ссылка на который в описании. И у вас будет возможность. Первый победитель получит колоду Болоса. Второй получит колоду Нисы. Соответственно, мы отошлем ее в любую точку мира. В пределах МКАДа. В пределах МКАДа. Нет. Мы постараемся в пределах Российской Федерации ее вам послать. Да. Ставьте лайк. Подписывайтесь. Репост, участвуйте в конкурсе и вы найдете свой green condition. Итак, в очередной раз мы убеждаемся, что продукт колоды Плэнс Волкеров просто замечательный. Для того, чтобы самому начать играть в магию или подсадить какого-нибудь из своих друзей на магию. И самое главное, тут не нужно запариваться, какую из колод брать. Они все примерно одинакового пауэра и нужно выбирать сердце. Да. Если вы хотите играть за злого дракона, играйте за злого дракона. Если хотите играть за нежную, но хитрую эльфийку, играйте за нее. Если хотите играть за огромного кота, играйте за огромного кота. Если за огромного накачанного мужика, то ходите в качалку. Будьте классными, играйте в магию И вы найдете свой вин кондишн